Либо-либо Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, о чем мне рассказывают в учебниках истории. Этот сезон мы делаем при поддержке партнера, платформы по выполнению заказов в такси Яндекс.Про. В середине выпуска вы услышите нашу рубрику о том, как развивался рынок извоза и такси до революции, и о том, как его принимали тогдашние жители. Если открыть подшивку нелегальной газеты «Искра», которую одно время редактировал Ленин, то на последней странице прям чуть ли не каждого номера есть небольшие некрологи. Застрелился ссыльный социалист Янович в Якутске. Лишила себя жизни в Цюрихе 29-летняя Юлия Видершаль, польская социалистка. В Баку в нужде на больничной койке умер революционер Иван Казино. По-видимому, он кончил самоубийством, не выдержал существования, которое выпадает на долю гонимому отовсюду революционеру. Иногда некрологи длинные, на несколько абзацев, где описывается героический революционный путь, иногда совсем короткие, буквально в одно предложение. В этом потоке может совсем потеряться сообщение, опубликованное 10 марта 1902 года. В Орлове Вятской Губ окончила жизнь самоубийством Кл. Ник Приходькова, сосланная на 4 года по соцдем-делу 1897 года в Петербурге. Точка. Но история Клавдии Николаевны точно заслуживает большего. Ну, то есть, вообще, конечно, каждая искореженная судьба заслуживает большего, чем несколько строк в газете 100-летней давности. Но сегодня я вам расскажу историю Клавдии Николаевны, про которую, надо сказать, известно довольно мало. Но именно из-за ее смерти в партии социал-демократов произошел крупный конфликт, который, кстати, показал разницу в отношении к человеческой жизни у большевиков и меньшевиков. Ну, то есть, будущих большевиков и меньшевиков, потому что, когда происходили все эти события, они еще не разделились. А еще смерть Клавдии Николаевны чуть не оборвала карьеру молодого и талантливого революционера Николая Эрнестовича Баумана. Да, того самого Баумана. Мы даже не знаем, когда родилась Клавдия Приходькова и сколько ей было лет на момент смерти. Известно, что где-то в середине 90-х годов XIX века она присоединилась к Петербургскому Союзу борьбы за освобождение рабочего класса. Это легендарная совершенно организация. Союз борьбы был создан Владимиром Лениным и Юлием Мартовым, друзьями и соратниками, в 1895 году. Это была марксистская организация. И вообще, конечно, Ленин и Мартов хотели бы сделать партию, но просто надо же с чего-то начинать. И вот эта организация занималась агитацией среди рабочих, печатала листовки, распространяла революционную литературу, но не очень долго. Буквально через месяц Ленин был арестован, еще через месяц арестовали Мартова, ну и, в общем, довольно быстро вся верхушка оказалась за решеткой. На первый план в Союзе борьбы вышли люди, которые раньше были на подхвате. Александр Потресов, Василий Митров, Федор Дан, и все они потом будут нам встречаться в этой истории. Ну и организация потихонечку все равно расширялась, в нее вливались новые люди, например, как раз тогда в нее вошли 23-летний ветеринар Николай Бауман и наша Клавдия Приходькова. Бауман поселился в небольшой коммуне, занимался распространением нелегальных листовок, а Клавдия вела небольшой кружок рабочих на петербургской стороне. Сейчас она называется Петроградской. И это время середины 90-х реально легендарное. В советских школах будут просто с придыханием рассказывать о подвигах стариков, ну, то есть тех, с кого когда-то начиналась партия Ленина. Ну, не всех стариков, потому что многие из этих первых революционеров были потом при Сталине репрессированы, имена их вычеркнуты из истории. Ну, в общем, вы поняли, это легендарное время рождения партии. Люди, они все были молодые, горячие, неопытные, и неудивительно, что их всех скоро тоже арестовали. В частности, на Приходькову и ее кружок рабочий донес сосед так, что она была арестована в начале 1897 года. А Баумана в марте того же 1997 года сдал арестованный рабочий, и Баумана тоже арестовали. Полиция вообще действовала активно и профессионально, буквально вычищая подполье. Арестовали и новую верхушку, Федора Дана, Александра Потресова, Василия Митрова. Крупская, кстати, в это же время была арестована. Но союз борьбы продолжал работу, привлекая новые силы взамен ушедших. Но в результате все, начиная с Ленина и заканчивая Клавдией Приходьковой, были приговорены к административным ссылкам. И если Ленин отправили в Сибирь, в Красноярскую губернию, то многие другие оказались в ссылке в одном и том же месте, в небольшом городке Орлов Вятской губернии. Сюда были сосланы и Федор Дан, и Александр Потресов, и Василий Митров, и Клавдия Приходькова. В соседнем городе, кстати, отбывал наказание Феликс Дзержинский. Еще сюда же в Орлов сослали, например, Вацлава Воровского. Сегодня его именем названы улицы до сих пор. Почему-то Крещатик, например, в Киеве долго носил имя Воровского. И тут нужно пояснение. Мы обычно, если слышим слово «ссылка», то представляем себе что-то вроде «ГУЛАГа». И совсем нет. Административная ссылка, наказание, которое дали всем вот этим юным революционерам, «ссылка» это подразумевало, что наказанный должен жить в определенном городе, отмечаться в полиции и не может из этого города без разрешения выезжать. По сути, это такая подписка о невыезде с ограничениями по правам, но только не в своем родном городе, а где-нибудь в глуши. Ссыльным нельзя было читать публичные лекции, выступать на сцене. Им нельзя было занимать государственные должности, работать учителями в школах или медиками. Держать еще нельзя им было трактиры и типографии. В общем, кажется, основная задача администрации была сделать жизнь ссыльных максимально тоскливой и неудобной, но в целом ссыльные были предоставлены сами себе. Живут где хотят, делают что хотят, работают где получится. И это, да, по сегодняшним временам удивительно звучит. То есть правительство, само, революционеров, собирало в одном месте и давало им вариться в собственном соку. Как вы догадываетесь, все ссыльные образовали такое довольно тесное сообщество, учили друг другу марксизму и теории революционной борьбы, планировали будущее, дружили, враждовали, ходили в гости, организовывали мероприятия и все такое прочее. Федор Дан приехал в Орлов с женой, четырехлетним сыном. Работать врачом по профессии он не имел права, так что Дан зарабатывал переводами. Еще почему-то ему заказали статистическое исследование местных крестьян, которое он с успехом закончил, и его даже хотели назначить местным статистиком на зарплату. Александр Потресов был к этому моменту относительно известным писателем и получал гонорары. Кроме того, он был сыном генерал-майора и семья ему помогала, так что Федор Дан постоянно занимал у него деньги. Вацлав Воровский приехал с женой молодой, которой ужасно не нравилось жить в глуши. Воровский спроектировал в Орлове мост и здание женской гимназии. Ее построили в 1901 году. Василий Митров перебивался случайными заработками, писал статьи в журнал «Северный курьер». Клавдия Приходькова нашла работу репетитором, обучала троих детей одного орловчанина. Сыльные менее образованные, обучались разным профессиям. Кто-то осваивал переплетное мастерство, кто-то рыбную ловлю, кто-то выделывал кожу, кто-то, зная кулинарное мастерство, открывал столовые для остальных ссыльных. Но большинство постоянной работы найти не могло. Ее просто тут не было для такого количества ссыльных, а ссыльные почти все были или с высшим образованием, или с незаконченным высшим. И государство поэтому приплачивало нуждающимся ссыльным по 6 рублей в месяц. Очень мало, на самом деле. Больше всего все жаловались на скуку. Александр Потресов называл город Орлов богомерзкой дырой и писал, «В глухой провинции чувствуешь себя оторванным от всех и вся. Вокруг все почеет мертвым сном, из столиц ни звука, перестаешь осязать, хоть и веришь, что колесо истории все же вертится, и когда-то в назначенный судьбой участ прикатит нас и пристных нам в землю обетованную». Ссыльные жили в закрытом таким комьюнити, устраивали книжные клубы, вообще чтение было одним из самых главных развлечений, читали друг другу лекции по каким-то наукам, вместе праздновали именины. Да, действительно, довольно абсурдно, что государство само своими руками создавало условия для превращения такой рыхлой, неопытной массы революционеров в тесно спаянное сообщество. Вацлав Воровский не унывал, кстати говоря, он писал так про то время. «В общем, я не могу вспоминать ссылку лихом, я имел возможность сосредоточиться, углубиться в науке, прочел очень многое с большой пользой для себя, отдал дань изучению экономических вопросов, изучил Маркса, познакомился с философией, одолел даже Канта». Помимо книжек, еще одним спасением от скуки было «Влюбиться». Вот Александр Потресов в Орлове познакомился с 26-летней Екатериной Тулиновой, на которой потом женился. А вот Василий Митров влюбился в нашу Клавдию Николаевну Приходькову. И она ему ответила взаимностью, и они стали жить вместе. Они не поженились, может быть, потому что церковный брак отвергали, а другого тогда не было. Но в любом случае их все называли мужем и женою. И Клавдию стали даже звать по фамилии мужа Митрова. Даже в некоторых документах она попадается под этой фамилией. В следующем, 1898 году из Минска пришли известия, которые всех сильно взбодорожили. В марте там прошел съезд, в котором участвовали оставшиеся на свободе представители Союза Борьбы, а также члены еврейской партии Бунт и еще украинские марксисты. И на этом съезде была наконец-то образована Российская Социал-демократическая рабочая партия. И Союз Борьбы, один из учредителей, влился в эту партию. Я про это рассказывал в прошлом сезоне в выпуске про Бунт, ссылку оставлю в описании. Правда, в течение полугода после этого события замечательного все социалисты связаны с Мартовским съездом и их соратники были тоже арестованы, подполье было опять зачищено и только что образованная партия по сути ничего сделать уже не успела. И Союз Борьбы прекратил существование тоже. Буквально никого не осталось на свободе. А в январе нового 1899 года, отсидев больше полутора лет в одиночке Петропавловской крепости, в Орлов, в Вятскую губернию, на поселение наконец прибывает и Николай Бауман. Вот описание его внешности из полицейского рапорта. Рост метр семьдесят два, телосложение хорошее, белокурый, рыжеватая борода, глаза серые, нос с небольшой горбинкой, цвет кожи белый с легким румянцем, тембр голоса, баритон, походка скорая, слегка развалистая. Короче, симпатяка кажется. Он еще был очень энергичный, веселый, ему 25 лет, и ближе всего он подружился с Вацлавом Воровским, это у которого жена была недовольна ссылкой, который гимназию построит. И еще он подружился с нашей Клавдией Приходьковой. И с Клавдией он не просто подружился, все правильно вы поняли, у них завязались отношения. И да, Клавдия ушла от мужа, Митрова Василия, к Николаю Бауману. Но Бауман в ссылке оставаться не собирался и осенью того же года бежал, оставив Клавдию в Орлове. Ну то есть он пробыл в ссылке меньше года. И там не очень ясно, то ли Бауман Клавдию просто бросил и бежал, то ли она сама в какой-то момент разорвала отношения и только потом Бауман бежал. Но в любом случае, после побега Баумана, Клавдия вернулась назад, к мужу. Еще через полгода, в марте 1900 года, Федор Дан писал в письме Александру Потресову. Клавдия Николаевна почти безвыходно сидит дома. Василий Ильич Митров совсем разрушается от неврастении и непрестанных дум о ней. Работать абсолютно не может. Но давайте оставим ссыльных на некоторое время и после небольшого перерыва посмотрим, что делал дальше Николай Бауман. Это специальная рубрика, которую мы делаем с партнером подкаста, с платформой по выполнению заказов такси Яндекс.Про. В ней мы делимся историями о том, как развивался рынок извоза и такси до революции и о том, как его принимали тогдашние жители. Жителям Вятской губернии не в начале 20 века, когда разворачиваются наши события, не в 1917 году, когда империя закончилась, не посчастливилось бы воспользоваться такси. Первые такси здесь начали появляться только при Советском Союзе. Но вот если перевалить за Урал, то первые такси здесь появились в Красноярске, причем буквально через пару лет после столицы. В 1909 году двое местных жителей Зубов и Стручков подали прошение о разрешении им развозить людей на собственных автомобилях. Власти выделили им несколько фиксированных мест для ожидания клиентов, на главных площадях у железнодорожного вокзала и на пристани. Таксисты совершали до 15 рейсов в день, поездка по всему городу стоила 35 копеек, а часть маршрута от 15 копеек. Следующий город, в котором появилось такси за Уралом, это город Верный, сейчас-то Алматы. Там появилось такси в 1912 году. У меня был прям про это отдельный выпуск. Ну, а следующий город это Екатеринбург. Там такси появилось в 1914 году, и пассажиров возили два Форда, а цена была 50 копеек, если ехать по всему городу. А благодаря платформе Яндекс.Про водители-партнеры сегодня могут зарабатывать в удобное для них время и дни из сотни городов России. Если вы ищете подходящий формат работы и у вас есть водительские права, то получайте достойный доход и работайте в такси в удобное время вместе с приложением Яндекс.Про. Чтобы присоединиться, можно перейти по ссылке в описании эпизода или позвонить по номеру 1002. Итак, мы оставили вот это ссыльное комьюнити в Пермской губернии в городе Орлов. А сейчас посмотрим, чем занимается Бауман. На самом деле деятельность Баумана тянет прямо на острый сюжетный роман и поэтому я не буду прямо в детали углубляться. Пойдем быстренько по верхам. Итак, он бежал из ссылки где-то в начале октября 1899 года. Направился прямиком в Швейцарию. Вообще-то говоря, бежать из ссылки было довольно просто, учитывая, что ссыльные были предоставлены сами себе. Больше того, кажется, правительство было совсем не против такого развития событий, потому что, да, можно было досидеть свой срок в ссылке года три, отмучиться там и потом жить в России на полных правах. А вот если ты бежишь за границу, так и слава богу, не нравится Россия, вали, чемодан-вокзал Тюрих. И за границей ты нам особо не помешаешь. А если ты бежишь и останешься после побега в России, так еще лучше. Будешь на нелегальном положении, уязвимый, а во второй раз мы тебя уже не в ссылку отправим, а в тюрьму. Итак, что дальше происходит? В 1900 году Ленин, Мартов и Потресов, все отсидев до конца в ссылке, встречаются во Пскове и договариваются о создании газеты «Искра» органе новой социал-демократической партии, которая, как мы помним, стоит на паузе, потому что всех арестовали, но вот, как видите, все начинают потихонечку уже освобождаться. Дальше, все они трое, Ленин, Мартов и Потресов по очереди приезжают в Швейцарию. И в том же 1900 году туда же приезжает Бауман. В декабре 1900 года в Германии был напечатан первый номер газеты «Искра», но ее недостаточно было просто взять и напечатать. Тираж надо тайно переправить в Россию и еще распространить среди местных организаций. При этом «Искра» не была бесплатной. Ну, то есть, да, спонсоры все-таки были, но денег не хватало, и больше всего денег уходило как раз на доставку, так что считатели нелегальной газеты «Искра» требовали плату. Первый тираж был конфискован прямо на границе. Стало понятно, что нужно организовывать, так сказать, специализированную службу доставки. И газету стали доставлять любыми возможными способами. Передавали через туристов, заказывали контрабандистам, пользовались налаженными каналами доставки украинской или сектантской литературы, ну и, конечно, своих собственных агентов тоже стали использовать. Так вот, прибывший в Швейцарию в 1900 году Николай Бауман станет со временем лучшим доставщиком «Искры» в Россию, за что получит кличку «Грач», потому что он как бы перелетал через границу. Используя фальшивые паспорта, гримируясь, меняя маршруты, он будет завозить «Искру» в чемоданах и под одеждой. Бауману достался один из самых важных регионов — Москва. И именно старую столицу и окрестности он должен будет обеспечивать «Искры». И он постоянно будет ездить туда-сюда через границу с чемоданами, набитыми газетами, а в Москве станет руководить, так сказать, региональным хабом распространения. Но, я чуть-чуть забежал вперед, это пока что все еще готовится. Вот он в 901 году в Женеве знакомится еще с Капитолиной Саниной, дочерью богатого саратовского купца, и они женятся. Это была высокая и красивая женщина, энергичная и деятельная. Николай любил жену и был счастлив. Медовый месяц у молодых бауманов проходил весело и интересно. В прогулках на Юнгфрау, в поездках по озеру. Впрочем, медовый месяц длился недолго, потому что в декабре 1901 года надо было как раз начинать переправлять искру, и бауман едет в Россию. Так вот, пока бауман еще был в Швейцарии, до него дошли известия о том, что где-то далеко, в тоскливой глуши, в Вятской губернии, откуда он сбежал, Приходькова, его бывшая любовница, сошлась обратно со своим мужем, с Василием Митровым, и забеременела от него. Я думаю, что это Вацлав Воровский ему обо всем этом рассказал, Воровский еще в ссылке в это время находится, но вообще кто угодно мог, сплетни в закрытой среде, сами понимаете, расходятся широко. Так вот, бауман вместе со своим другом Вацлавом Воровским начинают издевательскую компанию. Бауман рисует карикатуры на Приходькову, очень двусмысленные, и из Швейцарии посылает их в Орлов. Воровский тоже во всем этом участвует, ну, в смысле, он тоже рисует оскорбительные картинки. Жена Федора Дана, Данная тоже все еще в Орлове, пишет подруге, что Бауман преследовал Клавдию Николаевну двусмысленными карикатурами. Короче, пошла атака мемами. К сожалению, из этих всех карикатур сохранилась только одна за авторством Воровского. Она довольно невинная, там Митров в виде такой большой грустной совы качает колясочку с ребенком, но остальные карикатуры, судя по всему, были жестче, а еще жестче, судя по всему, была общественная реакция вокруг этих карикатур. Началась, в общем, настоящая травля и срач до небес. А еще примерно в это время полиция обнаружила, что Клавдия Приходькова оказывается репетиторством занимается, и поскольку преподавать было запрещено, если ты ссыльный, то Приходькова получил за это семь судок ареста. И вот после всех этих событий Бауман собирается и уезжает в Россию. В декабре 1901 года Бауман в Москве, а в начале 1902-го полиция выходит на след московского подполья и громит хаб Баумана. Сам он получил предупреждение, успел уехать из города, но в поезде заподозрил за собой наблюдение. И тогда что он сделал? Он вышел в тамбур и просто спрыгнул на ходу с идущего поезда. Упал, повредил ногу и пошел через лес. Было опасно выходить в ближайшую деревню, потому что крестьяне бы его точно сдали полиции, и поэтому Бауман решил узнать, где находится ближайшая больница и попросить о помощи врача. Ну, врачи были часто либеральными, интеллигентными, сочувствовали революционерам, тем более, что Бауман сам врач, да, ну, то есть он ветеринар, ну, то есть по образованию он ветеринар. Но Бауману не повезло, врач села Хлебное Воронежской губернии оставил Баумана погреться в больнице, потому что на улице было еще холодно, март, Бауман шел по снегу, а сам врач в это время вышел и послал кого-то из крестьян за полицию и Баумана арестовали. Ой, я тут не удержусь, чтобы добавить кое-что характерное, потому что в газете «Искра» после этого появилась заметка, в которой указывалось место службы и имя с фамилией этого врача, он дианонен был таким образом, и указывалось, что, цитата, «долг сослуживцев наказать предателя открытым выражением презрения». И мне прям нравится, что социалисты, во-первых, раздают указания врачам, а во-вторых, они сходу называют врача предателем. Ну, то есть, да, можно по-разному относиться к его поступку, но вообще-то с какой стати он предатель? Он вам вообще-то ничего не обещал, не клялся в верности, с чего это вдруг он предатель? То есть, что он предал, собственно говоря? Ну, ладно. В общем, спустя пару недель Бауман уже сидел в Лукояновской тюрьме в Киеве, вместе, собственно говоря, со своими товарищами по партии, которые были пойманы в ходе вот этой всей последней операции, все они были связаны с Искрой, и все они теперь в Киеве, в тюрьме ждут показательного процесса. Российское правительство снова собрало теплую кампанию революционеров в одном месте. Жизнь в Лукояновской тюрьме была довольно вольготной. Политически мы разрешали свободно гулять во дворе, позволялись частые свидания с родственниками, а родственники передавали им еду и даже мебель. В тюрьму была организована даже передача нелегальной литературы, так что заключенные могли и за утренним кофе, знаете, почитывать свежий номер искры. Камеры политических заключенных располагались рядом и двери камер были открыты с 6 утра до 7 вечера, так что они свободно все время ходили друг к другу в гости, пели песни, устраивали хороводы, играли в чехарду и городки во дворе. Я не шучу, это как бы факты их заключения. Читали лекции друг к другу, ставили сценки, еще делали акробатические пирамиды, залезая друг к другу на плечи. В общем, организовали такой стандартный более-менее революционный тюремный клуб. А что надзиратели в это время делали? Надзиратели спокойно смотрели, они вообще привыкли к шумным своим постояльцам, так сказать, не сильно им мешали, к тому же арестованные часто угощили их выпивкой. В общем, отношение к ним было снисходительным. Бауману тут дали кличку балерина, потому что он умело подражал балетным танцорам. А у вас, возможно, сейчас как бы брови подняты, вы не понимаете, что вообще происходит? Это что за тюрьма-то такая? И такие вольности позволялись только политическим заключенным, естественно. И вопрос, с какой стати, вот объяснение. Политические почти всегда были интеллигентами, образованными, привилегированными членами общества. Царская тюрьма была обычно переполнена и уголовниками, и вшами, и условия там были ужасные. И вот с точки зрения тюремного начальства народ, ну то есть арестованные крестьяне, рабочие, вот это вот народ вполне мог потерпеть. Им вообще не привыкать жить в ужасных условиях. Но для благородного человека это было бы пыткой, понимаете? Мы же не собираемся людей пытать. Достаточно того, что они уже в тюрьме. Тем более, что да, они вот такие же примерно, как и мы. воспитанные, образованные, привилегированные, ну и пусть себе сидят вместе в отдельном крыле, ходят друг к другу в гости, книжки читают свои. Это в Советском Союзе отношение к политическим поменялось. Все перевернулось и политические стали врагами номер один, а уголовники стали классово близкими. Ну, это и до сих пор так. Короче, вся эта вольница, естественно, закончилась массовым побегом. Организован он был так. В один из дней жена Баумана, Капитолина, принесла в тюрьму для мужа букет и пирог, а внутри букета был спрятан якорь. Передачу не проверили. Надзирателей перед побегом снова напоили, на этот раз добавив снотворного в алкоголь. Затем собрали отрепетированную акробатическую пирамиду, уже у стены тюрьмы во дворе. Верхний участник пирамиды закинул на стену якорь, а к якорю были привязаны разорванные простыни, скрученные в такую веревку. И в итоге десять человек перебрались через стену и растворились в городе. Одного беглеца поймали через несколько дней, а всем остальным, включая Баумана, удалось скрыться так, что спустя несколько недель они, собравшись в Швейцарии, отправили издевательскую телеграмму начальнику тюрьмы. Но тут в Швейцарии Баумана настигли неприятное известие. Пока он занимался всеми этими увлекательными вещами, Клавдия Приходькова, доведенная до отчаяния их сваровским карикатурами, ну и, видимо, еще и пересудами внутри ссыльного сообщества в городе Орлове Вятской губернии, совершила самоубийство, не успев родить ребенка. И оставила прощальное письмо на 30 страницах. Там она обращалась к партии, партии борьбы за свободу, за достоинство и счастье человека, жаловалась на равнодушие социалистов и еще писала, что она надеется, что, цитата, что ее незаслуженная смерть привлечет внимание товарищей к вопросу нравственности в частной жизни публичных людей. А муж Клавдии Василий Митров, узнав, что Бауман теперь работает в газете Искра, приехал в Швейцарию, чтобы потребовать разбирательство. И Бауман, сбежав из тюрьмы, попал как раз на это разбирательство. Так, минуточку внимания, рубрика «Чтобы послушать». Мы в студии либо-либо запустили новый подкаст про смерть и авторка его звезда Поволжья и моя хорошая подруга Лена Чеснокова. Подкаст называется «Вопрос времени» и он о том, как меняется наше отношение к умиранию, к скорбе, памяти и мертвым телам. Лена на протяжении нескольких выпусков планирует свою собственную смерть. Разбирается, как завещать тело или хотя бы его части науки, что лучше, погребение или кремация, какие нужны документы, можно ли развеять прах над любимым озером в родном городе, а заодно разбирается, кто такие доулы смерти, какие могут быть поминки и как работает современная российская похоронная сфера. Два выпуска уже в сети, новые будут выходить каждые две недели, ссылка на подкаст «Вопрос времени» в описании этого выпуска. Итак, Василий Митров, муж погибшей Клавдии Приходьковой в Швейцарии, но он не просто приехал сюда в Швейцарию просить о разбирательстве, он еще привез коллективное письмо от орловских ссыльных, которые требовали партийного суда над Бауманом и Воровским за доведение Клавдии до самоубийства. К этому моменту уже многие ссыльные из Орлова тоже перебрались в Швейцарию, там уже были и Дан, и Воровский с женами, и Александр Потресов, в общем, все свидетели травли, которая разворачивалась вокруг Приходьковой. Вот, например, что Александр Потресов писал в письме Георгию Плеханову о Воровском. Я прошу прощения, что тут целая куча имен и фамилий, но Георгий Плеханов это важный человек, это буквально патриарх марксизма, буквально главный человек в этой социал-демократической партии, которая, в общем-то, пока что еще не работает. Так вот, письмо Александра Потресова про Воровского. Он, несомненно, может быть полезен, и хорошо бы его в литературном отношении использовать, но беда в том, что он сильно запачкал себя в одной чисто личной колониальной истории, кончившейся смертью его противницы. Запачкался настолько, что публика наша, как я получил известие, не желает с ним вступать в организационную связь, раскрывает свое место пребывания, и при всем сознании его возможной полезности желает держаться от него подальше. Ну, то есть, информация об этой ситуации разошлась уже довольно широко в подпольной среде. И у нас ситуация такая, да? Вот есть деятельный профессионал Бауман и Воровский. Ну, Воровский, на самом деле, тут не так важен, но Бауман буквально лучший доставщик искры в Россию. И что тут важнее? Профессионализм революционера и важность его для партии, или его морально-этический облик. При этом сама партия находится, как бы сказать, в зачаточном состоянии. То есть, да, она образована в 99-м году, но тогда всех посадили, так что партия ничего сделать не успела. По большому счету, все, что есть, это газета «Искра» и редакция газеты «Искра». Это и есть партия. И вот вокруг этой газеты «Искра» по всей России начинают собираться разные кружки, нелегальные профсоюзы, общество марксистов. То есть, партия, благодаря газете начинает нарастать мясом. Но все держится на «Искре». А доставка «Искры» держится на «Баумане». А еще прямо в это время идет подготовка ко второму съезду партии, на котором надо партию перезапустить. И это уже будет не 9 человек в Минске, это будет большое собрание в Бельгии с кучей представителей со всей страны, от разных организаций. И на этом съезде как раз и произойдет разделение партий на большевиков и меньшевиков. Я вам про это обещал как-нибудь рассказать, и обязательно расскажу. Но прямо вот сейчас основа, верхушка этой партии это буквально десятка мигрантов, все они состоят в редакции газеты «Искра». И скандал с Бауманом, во-первых, не своевременный. Бауман у нас не только доставщик, его и хочется делегатам отправить на съезд. А во-вторых, этот скандал прямо перед съездом дополнительно углубил назревающий раскол на большевиков и меньшевиков. «Искрая» Александр Патресов, который жил в Орлове и знал все изнутри, наоборот, требовал осудить Баумана и выгнать его из агентов «Искры». В личных письмах Патресов возмущался просто крайним цинизмом и аморальностью Ленина. К Патресову присоединилась, кстати говоря, Вера Засулич, а это легендарная революционерка из старшего поколения, которая тоже тогда состояла в редакции «Искры». Больше того, позиция Ленина настолько ее возмущала, что она ему как-то в споре прямо в лицо выпалила, что он монстр. Дальше. Юлий Мартов. Это старый друг Ленина, с которым они когда-то организовали вместе союз борьбы за освобождение рабочего класса. Так вот, Юлий Мартов тоже, судя по всему, был возмущен действиями Баумана и Воровского. И было важно, что скажет Плеханов. Плеханова самый большой вес. Он прям патриарх, реально. И Плеханов был с Лениным заодно. Нечего, знаете, кадрами разбрасываться. Но дело надо как-то разрешить. Партийный суд, ну или что-то вроде того, действительно состоялся. На нем Плеханов и Ленин напирали на полезность Баумана и на то, что Бауман не совершил ничего плохого в партийном смысле. Ну то есть с работой он справлялся. Прекрасно. Больше того, один из немногих умудрялся не только успешно перевозить искру, но и реализовывать ее за деньги. А вот то, что произошло у него в личной жизни, партии вообще не касается. Партия эти дела разбирать не должна и даже права не имеет. Юлий Мартов на заседаниях хранил нейтралитет. Он не желал создавать конфликт накануне съезда. А вот Александр Потресов и Вера Засулич выступали за изгнание. В итоге Ленин и Плеханов победили и Ленин написал резолюцию. Мы находим, что дело, поднятое товарищем Митровым, чисто личное дело, возникшее при совершенно исключительных обстоятельствах. Оно не может и по нашему твердому убеждению не должно быть разбираемо никакой революционной организации вообще. В частности же, мы, со своей стороны, не видим в настоящее время решительно никаких оснований к возбуждению против члена русской организации Искры Николая Эрнестовича Баумана обвинение в каком бы то ни было нравственно-предосудительном поступке или поведении. Настоящее особое мнение мы сообщаем пока только всем членам редакции и администрации Лиги и Николаю Эрнестовичу Баумана. Лиханов эту резолюцию подправил, он ее немного смягчил и вместо фразы «Мы не видим в настоящее время решительно никаких оснований к возбуждению обвинения» написал «Мы не видим в настоящее время достаточных оснований к возбуждению обвинения». В этой всей истории отдельно мне нравится реакция Надежды Крупской, жены Ленина. Она позже вспоминала, что это решение было правильным, даже больше того, требование не залезать в чужую душу было проявлением цитата «настоящей чуткости». Василия Митрова это, естественно, не удовлетворило. Его очень сильно задевала эта история. Очень сильно. И он тогда выступил таким образом. Ну, слушайте, окей, если разбирательство закончено и есть решение, можно тогда я это решение ваше распространю среди сторонников партии? Ну, пусть партийцы как бы узнают про решение руководства и сделают свои выводы. Вы же считаете, да, что решение верное, правильное? Почему бы его тогда не озвучить для общественности? Ленин и Приханов, конечно, воспротивились. Типа, да, решение правильное, но говорить мы о нем никому не будем, чтобы не развивать скандала, особенно перед съездом. А ты, Митров, скандалист. Александр Потресов писал Юлию Мартову. Справедливости ради, должен сказать, что Митров произвел на меня гораздо лучшее впечатление, чем я ожидал. Гораздо лучшее, чем он сказывался в письмах. Но отказаться от своего предприятия он психологически не в силах. Ну, конечно, блин, у него беременная жена совершила самоубийство. Юлий Мартов в ответ Потресову, впрочем, писал, что скандал партии точно не нужен, и если уж Василий Митров так уж прям хочет разбирательства, то, ну, пусть подождет съезда. Там вот выберут Центральный комитет партии, пусть ЦК, и разбирается когда-нибудь потом. В итоге общими усилиями Василия Митрова заставили успокоиться, и на этом вся история и закончилась. А еще через полгода наконец пройдет второй съезд, который перезапустит партию заново. Съезд будет скандальным и мучительным, и в результате него партия и расколется на большевиков и меньшевиков. Лидерами большевиков тогда станут Ленин и Плеханов, то есть люди, которые в этом споре были на стороне Баумана и не считали, что смерть Клавдии Приходьковой имеет какое-то значение для партии. Еще большевиками стали Бауман, конечно, Вацлав Воровский, ну, естественно, Надежда Крупская. А вот Юлий Мартов, Александр Потресов, Василий Митров, Вера Засулич, то есть все те, кто Баумана осуждал, все они стали меньшевиками. И кажется, разница между этими двумя фракциями не только политическая, это разница еще и в их отношении к ценности человеческой жизни. Вот это вот ленинское презрение к маленьким людям и к их маленьким судьбам, и отношение к людям как к инструментам проявится очень сильно, когда большевики придут к власти. и, кажется, остается с нами наследием до сих пор. Напоминаю вам про подкаст «Вопрос времени», про смерть, ссылка на который вас ждет в описании, а еще напоминаю, что лучший способ поддержать меня и студию это подписаться на мой, Бусти или Патреон, или взять подписку либо-либо плюс в Apple подкастах или в закрытом Телеграм-канале. Во всех этих местах есть послекасты к каждому выпуску, в том числе и к этому, и записи моих оффлайн-лекций. Но в остальном есть различия. Если вы больше хотите контента от студии, то в закрытом Телеграм-канале и в Apple подкастах у вас будет доступ к бонусам от других подкастов нашей студии. А если вы хотите больше контента лично от меня, то подписывайтесь на Patreon и Бусти. Там уже есть от меня разные истории текстом, а еще эксклюзивный разговорный исторический подкаст «Братислава», который мы делаем вместе с моим братом. Мы там рассказываем друг другу и вам разные увлекательные истории с прошлого и обсуждаем их. Все ссылки в описании. До встречи на следующей неделе. С вами был подкаст «Закат Империи» и Аксенов Андрей из студии «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили факт-чек Милена Загедулина, редактора Екатерина Серебренникова, над звуком работал Семен Аксенов, а партнерствами занималась Анна Орландцева. Семен Аксенов,